Дорогие мои друзья, я приветствую вас! Вы на канале Вязание и я, меня зовут Юлия. Давненько я не отвечала на вопросы каких-либо тегов. И вот моя подруга Алена Абель передала мне эстафету замечательного тега «Осень рыжая подружка помогает повезушка». Автор этого тега Валентина Романчук, и я благодарю ее за замечательно составленный тег и особенно за название тега, которое уже мотивирует схватить в руки спицы крючок и начать творить. С удовольствием отвечу на эти вопросы, принимаю эстафету. Сама люблю смотреть теги, которые помогают узнать человека больше и понять, насколько мы все разные, отвечая на один и тот же вопрос и с удовольствием отвечу на все вопросы тега. Вопрос первый. Представьтесь, ну, возможно, кто-то меня сегодня видит впервые. Меня зовут Юлия, я мама двух сыновей, у меня великолепный муж, дружная семья. Я очень люблю вязать, читать. Вяжу я много, всеми инструментами и крючком, и спицами. И действительно, это моя душина, это моя работа, это мое хобби, это мое все, это занятие, за которым я теряю счет времени. По образованию я юрист, по профессии я отработала 20 лет, и сейчас у меня время, когда я работаю больше мамой и вязайнером. Позаимствованное новое слово, не вязальщица, а вязайнер. Так, второй вопрос. Любите ли вы осень? Да, нет, за что? Я очень люблю осень. Я очень люблю осень. Хотя родилась я летом, и по знаку зодиака я лев, и казалось бы, я должна любить то время года, когда я родилась, но нет. Я очень люблю осень. Я не люблю в осени, наверное, только переходный период в зиму. Это, в основном, место, где я проживаю, это ноябрь месяц, когда дуют восточные холодные ветра и пронизывающие просто. И все это сопровождается с морозом, еще и с ледяным дождем. Вот это время года я не люблю, а осень очень люблю. У меня с осенью очень многое связано, очень много событий происходило в жизни моей осенью. И, казалось бы, именно любовь к этому времени года я прочувствовала в юности, лет, наверное, 15-16. Для меня осень знаменуется началом чего-то нового. Не знаю почему, казалось бы, ни Новый год, ни день рождения, от чего можно вести какой-то отсчет, а именно осень. Хотя осенью начиналась школа, да, в подростковом периоде, начиналось студенческое время. Не очень любимая пора для учеников, но тем не менее я очень-очень люблю осень. Она мне дарит умиротворение и покой. Люблю, когда в осеннее время мы все, всей семьей находимся дома. Летом все равно жара, ребята разбегаются мои гулять, у всех свои друзья, редко их видишь дома. За столом, в общем, мы крайне редко собираемся. В основном обедаем, ужинаем с мужем, дети сами по себе. Вот, а осень и последующее более холодное время года позволяет нам объединиться в семье. Мы вместе проводим досуг, все дома и душа на месте. Поэтому осень я очень-очень люблю. Она мне родна по духу, наверное, скажем так. Следующий вопрос. Как вам дождливая погода? Знаете, я люблю дождь, когда нахожусь дома. Я люблю, когда барабанит дождь, а ты слышишь этот звук. И укутавшись в теплый, уютный плед на своем любимом диване, творишь новые шедевры. Дождь, если попасть под него где-то, я, конечно же, не люблю. Думаю, многие со мной согласятся. А дождь за окном – это дополнительный уют. Следующий вопрос. Осенью производительность вашего вязания увеличивается или остается прежней? Производительность. Производительность, конечно же, увеличивается. Но я уже сказала, что вяжу я много и вяжу я много всегда. Но летом существует дополнительных забот очень много. Это заготовки на зиму. У кого-то огороды. У меня нет огорода. Но, тем не менее, мы проводим много времени где-то на отдыхе, на природе. Не всегда есть возможность и желание даже в жару, например, посидеть и повязать. Эта жара нас доконала в этом году. И действительно производительность снизилась. Я вот даже смотрела на днях свои отчеты по месяцам. За первые три месяца года, за первый квартал, за второй квартал. И вот третий квартал у нас заканчивается сентябрь. И я понимаю, что у меня в летнее время производительность снижается. Но именно за счет того, что очень жарко. Действительно была такая жара, что невозможно было даже под кондиционером. Все равно вязание находится у нас где? На коленях, да? Жарко. Вяжем в основном летние составы. А у меня очень чешутся руки вязать летом именно зимние составы пряжи. Я по ним скучаю. Ну, объясню почему. Наверное, потому что я очень рано перехожу на вязание летних изделий. Это уже апрель месяц, я вяжу лето. Летом я уже вяжу демисезон, а осенью я начинаю вязать зиму. И поэтому летом мне очень хочется работать теплыми составами. Я уже устаю от летних составов пряжи. А позволить себе этого не могу, потому что не позволяет температура за окном. Скажем так, осенью, безусловно, производительность возрастает. Насчет вдохновения, у меня вдохновения много всегда. И летом, и осенью, и время года на меня не влияет в этом плане. Я бы, было бы у меня, не знаю, 48 часов в сутках, я бы, наверное, все равно спала 4 часа в сутки. Остальное время я бы вязала по возможности, потому что мне всегда мало времени. Я же сказала, что я теряю счет времени за вязанием. И меня уже ругает супруг, потому что иногда нужно ложиться спать. А я вот сейчас еще рядок, еще рядок. Но я думаю, что такие, как я, основная масса, да, и не можем оторваться от этого процесса. А осенью, когда комфортная температура, когда ты не едешь никуда на природу, да, ты находишься дома, в семье, есть дополнительное свободное время. Дети в школе. Когда дети в школе, я могу заниматься своим любимым творчеством. Поэтому, конечно, продуктивность возрастает многократно. К тому же, осенью мы начинаем думать о подарках на Новый год, да, мы начинаем вязать дополнительные какие-то, возможно, аксессуары. Это очень интересно на самом деле. И для меня осень – это толчок всегда к чему-то новому. Какие изделия вы чаще всего вяжете осенью? Ну, вот я уже частично ответила, да, я вяжу в основном зимние изделия. Почему? Потому что готовь сани с лета. Зима пришла, я уже хочу ходить в обновках. Хочу, чтобы мои дети были уже подготовлены к зиме. Поэтому осенью я в основном вяжу зиму. Ну, вот сейчас у нас сентябрь, конечно, календарная осень наступила, но температурная осень еще не наступила. У нас еще лето, у нас еще жара. Вот, и хотя я продолжаю вязать еще демисезон, я вяжу кардиган, я вяжу, сейчас начинаю вязать бомбер для своего сына младшего. И уже дальше у меня идут зимние изделия, которые будут вязаться. Масса планов. У меня в основном плечевые изделия. Аксессуаров я вяжу мало. Почему я их вяжу мало? Потому что я их практически не ношу. Ни бактусы, ни шали, ни шарфы, ни шапки. Все, что вот из аксессуаров я перечислила, я могу связать кому-то в подарок. Или шапку для своего младшего сына. Старший сын у меня тоже отказывается ходить в шапках. Он капюшон в основном носит. Для себя у меня есть две шапки. Но в этом году я планирую себе связать для моей второй работы, для моего второго канала. Мне нужна шапка и бактус. Поэтому Анюта мне подарила пряжу замечательную, из которой я буду вязать себе самую простую шапку. И в основном осенью я всегда вяжу плечевые изделия. Очень люблю осенью вязать кардиганы, жакеты, джемпера, пулловеры. И возможно, возможно, платье к Новому году. Вот зрею я на него, зрею, понимаете. Очень хочется связать себе платье, но еще и больше хочется похудеть. И не могу я пока еще начать себе вязать платье. Поэтому вяжу большие изделия, вяжу все подряд. И еще очень хочется, очень чешутся у меня руки, начать вязать носки. Но я просто не успеваю. Я не успеваю все свое хочу удовлетворить. Из какой пряжи вы вяжете в этот период? Ну вот, опять же, я уже частично ответила на этот вопрос. Это пряжа демисезонная, либо зимние составы. Все, что связано с пряжей, я люблю натуральные составы, где синтетики не более 50% в составе. Люблю стопроцентную шерсть, люблю стопроцентный хлопок. Но все-таки осенью я вяжу хлопком и полухлопком, работаю редко. Это все-таки больше у меня к весне туда. А в зиму мне очень хочется вязать шерсть. Очень хочется. Я люблю шерсть в разных ее проявлениях. Я люблю пушистики, я люблю махеры, альпаху. Я люблю все, что связано с натуральным животным миром, скажем так. Потому что шерсть, она же действительно из животного. Поэтому мне доставляет удовольствие тактильно прикасаться к этим замечательным, чудесным моточкам. Я получаю от этого большое-большое удовольствие. На осенний вязальный период покупаете пряжу или достаточно ваших запасов? Я не привязываюсь к сезону, когда покупаю пряжу. Если мне понадобилась пряжа, я ее покупаю. У меня достаточное количество запасов, но все время мне не хватает этих запасов. Мне либо цвета нужного нет, либо состава пряжи нужного мне нет, либо толщины той необходимой пряжи нет, которую мне хочется. Либо попадается, выходит какая-то новинка, мне хочется ее попробовать. Это не зависит от осени. Осень – это весна ли, это зима ли. Покупаю я пряжу с изрядной регулярностью. Также пряжу я получаю в подарок. Подарки девочки дарят разных составов. Так что выбор у меня есть, но мне всегда его мало. Но это болезнь, это диагноз. И я думаю, что основная масса сидящих сейчас у экрана разделят со мной эту болезнь, этот диагноз. Но он хороший, этот диагноз. Пусть лучше будет запас, чем не будет вообще. Но как я пришла к запасам, я вам сейчас расскажу. Это было давным-давно, еще задолго до ведения моего канала. Когда у нас была проблема с обвалом рубля, очень возрос курс доллара, помните, да? И вот еще на грани вот этого периода, когда курс доллара только-только стремительно поднимался, я сделала большую закупку пряжи разных составов. Это была осень, и я закупала лето, я закупала зиму, я закупала все подряд. Вот сколько у меня было возможностей финансовой приобрести, я приобрела на все деньги, какие у меня были. И как я правильно поступила, потому что потом, в течение двух лет, я бы не могла себе приобрести. У меня были запасы итальянской пряжи, которые в то время были доступны. Сейчас эта пряжа просто сиам, например, да? Она нереальных денег стоит, но очень дорого. И слава богу, что сейчас есть бобинная пряжа, которая не уступает моточной пряже. Я бы сказала, даже лучше отчасти моточной пряжи, и по цене демократичнее, чем моточная, допустим, от того же сиам. Вот, поэтому у меня в то время были очень большие запасы, и я очень этому рада. И сейчас у нас продолжает расти курс доллара, и я прекрасно понимаю, что надо бы закупить пряжу, потому что неизвестно, что будет после Нового года. И я надеюсь выкроить на это какую-то часть своего бюджета и сделать закупку. Я надеюсь, у меня это получится. Но нет, значит, буду работать той пряжей, которая у меня есть. Слава богу, запасы у меня имеются. Носки, варежки, шапки любите вязать? Ну, вот как-то так случилось, да, что я в самом начале тега ответила практически на все вопросы. Носки, варежки, шапки. Варежки я вязать не люблю, я их не понимаю. Вязала варежки я однажды своему младшему сыну, когда он у меня еще ходил в садик. А почему я их вязала? Потому что он бесконечно их терял. Бесконечно их терял. Поэтому варежечек у меня было связано много. А что их там вязать? Полдня и пара готова. А то и какие полдня, еще и меньше. Для себя я варежки не люблю, я их не ношу. Варежки, митинги, ну, митинги, возможно, они уместны. Допустим, когда водишь автомобиль, очень удобно. Садясь в холодную машину зимой, схватить холодный руль. Это достаточно комфортно в митингах. Варежки я не люблю. Я очень некомфортно, дискомфортно себя в них чувствую. Хотя мне очень нравится. Девчата вяжут варежки. Я получаю эстетическое удовольствие от вида этих варежек. Особенно, когда они с валянием каким-то, с какой-то вышивкой. Это вообще просто шедевры. Это очень красиво. Но носить я их все равно не буду, потому что мне в них некомфортно. Я ношу перчатки. Вязаные перчатки я также не ношу. Перчатки у меня только текстильные. Мне в них комфортно, мне в них удобно. И по теплотдаче мне комфортно именно в текстильных перчатках. Насчет шапок. Шапки я вяжу только в основном для своего младшего сына. Для себя не вяжу. Муж у меня тоже шапки не носит. Муж у меня носит кепки, либо вообще ничего не носит. И я точно так же. У меня есть берет, у меня есть одна шапка. И мне вот так вот выше крыши хватает. Еще одну свяжу для работы на втором канале. И все. И больше мне достаточно. Но Слава у меня очень любит все это дело. И мне кажется, если бы у него было их 20 штук, он бы их каждый день менял. И он меня мотивирует на то, чтобы я вязала эти шапки. Но для меня вязание мелких изделий скучно. Носки вязать люблю. Но знаете, я вот, наверное, 5 пар свяжу и все. И я наелась и больше не вяжу. Но носки мне нравится вязать. Я очень люблю носки. Я люблю, когда у меня ноги в тепле. Слава, вот младший мой сын тоже любит ноги в тепле. Поэтому носочки я вяжу моим мамам, свекрови, маме, на подарки, папе. На подарки всегда. Ну не то, чтобы подарки, так образно сказано. Но кто им свяжет, кроме меня. Не идти же им покупать куда-нибудь на рынок к бабушкам, если есть дочь, которая умеет вязать. Поэтому поступила команда, надо связать. Значит, я свяжу. Ну вот, допустим, мне поступила команда недавно от моей свекрови, к которой я отказала. У нее есть носки, которые, я не знаю, сколько им лет, кто ей вязал. У нее голенище нормальное, а стопу и пятку все протерлось, все сносилось. И вот она обрезала мне их, принесла мне эти вот голенища. Говорит, да вяжи, я говорю, нет. Я вот этими делами не занимаюсь, не штопаю никогда ничего. Это не так много времени занимает связать пару носков, ну максимум два дня. Ну два дня, и взрослая пара носков готова. Зачем я буду вот это вот заниматься ерундой, какие-то голенища, куда-то что-то довязывать. Вот эти вот, если я вяжу носки, они тоже должны быть красивыми. Пусть они будут просто лицевой гладью, но пусть они будут эстетично выглядеть. А не так, что из каких-то остатков, пестрые, рябые, на которые смотреть страшно. Ну зачем мне такие вязать, куда-нибудь в калоши, чтобы соседи не видели. Нет, вот этого не понимаю. Все должно быть эстетично, красиво, комфортно, удобно и пряжа должна соответствовать назначению. Если это носки, значит должна быть носочная пряжа, которая будет износостойкая. Я не буду вязать из акрила носки, я не буду вязать из полушерсти носки и добавлять туда куда-нибудь хлопок. Нет, этого я делать не буду. Все должно иметь свое назначение. Равно как и из носочной пряжи, я не буду вязать себе, например, какой-нибудь джемпер. Соответственно, и носки это тоже элемент одежды и он должен быть правильно связан, грамотно связан, красиво связан из правильной пряжи. Я вот так отвечу на этот вопрос. Что планируете вязать этой осенью? О, какой хороший вопрос, объемный. Я сейчас, если начну рассказывать про свои планы на осень, боже мой, я боюсь, вы меня устанете слушать. Так, ну, во-первых, в ближайших планах я рассказывала. Это пальто, пальто-кардиган, длинный кардиган, я бы его назвала пальто. Это бомбер для моего сына. Смотрю на пряжу, у меня там лежит пряжа, приготовленная для процессов. Это пловер для моей свекрови. Это рубашка, крючком для меня любимой. Это дальше у меня свитшот в планах. Дальше у меня в планах пара пуловеров. В общем, у меня планов, друзья, очень-очень-очень много. Если я сейчас начну на этом останавливаться подробно, я боюсь, что мне и часа не хватит. Планов очень много. Также я уже сказала, что я и платье хочу, я все хочу. Я хочу все, я просто не знаю, где мне на все это взять время. Осень – это зимний гардероб. А зима придет, я уже с января начинаю вязать демисезонную одежду на весну. Поэтому уже половина одного месяца, можно сказать, прошла. А у меня еще ни одно изделие на осень не связано. Поэтому планировать мы можем много. Хочу у нас тоже много. Но это все должно сочетаться с реальными возможностями. И голословно заявлять о том, что я буду вязать вот это, вот это, вот это, вот это. И в итоге связать 20% из перечисленного. Но я просто не вижу в этом смысла. Десятый вопрос. Что любите вязать? Больше любите вязать в одиночку или в совместных проектах? Так. Вопрос такой двоякий, я бы сказала. Я, вы знаете, что мы проводили с Аленой один проект, который прошел на ура. Вяжем пэтчворк с Юлей и Аленой. Много людей приняли участие и продолжают вязать в рамках этого совместного проекта. Присылают свои фотографии, изделия очень интересные. Я человек такой, который любит, умеет, умеет работать в команде. И для меня командная работа меня не напрягает. Более того, я очень часто являюсь инициатором в командной работе. Предлагаю какие-то идеи. Алена меня с удовольствием на подхват берет. И мы вместе начинаем работать. Один проект провели. Второй проект мы думаем проводить. Но вот я в качестве организатора, автора или соавтора проекта, я с удовольствием принимаю участие. Хотя это достаточно сложно. Потому что ты вяжешь сам, ты консультируешь других, ты следишь за работами других девочек. Ты должен выбрать потом, это же самое сложное, выбрать кого-то из сотен великолепнейших работ. И работы, которые превосходят авторов, это вообще просто прекрасно. И вот тут начинается, это действительно очень сложный период. Подвести итоги, выбрать, не обидеть никого. А дарить хочется максимально многих, кто принимает участие в проекте. Вот эти моменты, они крайне-крайне сложные. И поэтому мы и не проводим эти проекты очень часто. То, что проходит сейчас на ютубе, совместные проекты, к которым присоединяются все, кто хочет. Хотят блогеры, хотят просто зрители, да, вяжут в рамках этих совместных проектов. Я в таких проектах не участвую, мне неинтересно, почему, потому что я вяжу то, что хочу вязать я. Мне неинтересно соблюдать какие-то условия чьи-то где-то. То есть инициатором в командной работе я быть могу, я могу быть автором этой командной работы. Я могу вести за собой многое количество людей, я могу учить, я могу чем-то делиться, помогать какими-то советами. Но вот где-то и под кого-то подстраиваться я крайне не люблю, крайне не люблю. Поэтому какие-либо марафоны, совместные проекты, проводимые на просторах где-либо, будь то инстаграм, ютуб, любая площадка, меня там не будет точно, потому что мне это совершенно неинтересно. Совершенно. Я люблю что-то изобретать сама. Были какие-то события, связанные с осенью, что повлияли как-то на ваше вязание или ведение канала? О, ну конечно! Я же говорю, что очень много событий происходило у меня в жизни именно осенью. В том числе я открыла свой канал 18 октября. В этом году будет 2 года 18 октября, как я веду свой канал. И, конечно, открытие канала очень сильно перевернуло мое мировоззрение в плане вязания, в плане ведения канала. Я никогда не вязала до открытия канала несколько проектов одновременно. Я однопроцессница. Теперь я вяжу несколько проектов. Я вяжу не всегда даже то, что мне хочется вязать, а то, что будет интересно зрителю. Я завяжу от цвета пряжи. Если раньше я захотела связать себе черный, допустим, пулловер, я свяжу его себе черный пулловер. Я хотела себе связать черную рубашку, крючком. Теперь я понимаю, а как я буду показывать зрителю? Я же не буду вязать две рубашки одновременно, одинаковые, не буду. Поэтому зависим от цвета, красный цвет. Я вот связала кофту Сердцеедка себе и платье Деним, хотя платье и не красное, но терракота сфотографировать, передать, снять на камеру, это крайне сложно. Поэтому ведение канала очень сильно меня поменяло в плане вязания. И, конечно же, канал стал моей работой. И вязание стало моей работой, основной работой, моим основным источником дохода. И, безусловно, я не все модели, которые я вяжу, изначально я хочу. Да, вязать? Ну как? Хочу, конечно, безусловно, но с расчетом на то, что это будет интересно моему зрителю. Я бы вообще была бы моя воля, я очень люблю вязать на самом деле лицевую гладь. И, вы знаете, полюбила я ее вязать не так давно. Раньше мне казалось скучновато ее вязать. А сейчас, когда я все-таки вяжу изделия разные по фасонам и играю на фасонах, мне даже не хочется в эти фасоны лишний раз тулить какие-либо узоры. Вот, и я бы с удовольствием вязала лицевую гладью, изнаночную гладью, поточной вязкой, какими-то мелкими, мелкорельефными узорами. Но я понимаю, что у меня есть зритель, а зрителю хочется тоже дать, да, и зритель получает не только зрительное удовольствие, но еще и вдохновение я должна зрителю подарить. Поэтому, да, безусловно, открытие канала это большой шаг был и он случился у меня именно осенью и осень повлияла на меня в дальнейшем. Так, следующий вопрос. Ваши пожелания любителям вязания на осень? Боже мой, ну, конечно же, я пожелаю побольше свободного времени для творчества. Я пожелаю вам массу вдохновения, чтобы вдохновение накрывало вас головой и вы, как я, не знали, за что схватиться. Чтобы вы хотели связать все и сразу, но не начинайте вязать все и сразу. Потом вы очень долго будете идти к итоговому результату. Вы зарисуйте, зарисуйте и законспектируйте, как вы видите это изделие. Поэтому пусть у вас будет масса-масса вдохновения, побольше времени и, конечно же, чтобы результаты вас радовали. Чтобы вы обучались чему-то, если вы хотите обучиться. Чтобы вы приобрели друзей в вязальной нашей творческой сфере. Возможно, с помощью ютуба, как мы в свое время их приобрели и приобретаем до сих пор. Возможно, с помощью площадки инстаграм. Главное, чтобы у вас были единомышленники, с кем вы всегда сможете посоветоваться, повязать, поболтать. Помочь кому-то или вам кто-то поможет. Вот этого я вам желаю. Я желаю, чтобы у вас ваш мирок рос, вязальный мирок рос и вы получали от него поистине колоссальное удовольствие. И последний вопрос. Передайте эту тег эстафету трем рукодельницам, о чьей осени вам хотелось бы узнать больше. Ну, первое, кому я хочу передать, это Викуля, канал Мама Вика Вяжет. Вика, я очень хочу узнать о твоей осени. Пожалуйста, я рада буду послушать ответы на этот тег. Я думаю, ты с удовольствием примешь от меня эстафету. Второй, это мастер, это Оля Курунова. Оленька, я с удовольствием послушаю ответы на этот тег. И третий, Татьяна, волшебный клубок. Танюшка, обязательно послушаю. Дорогие мои друзья, спасибо, что вы были со мной. Я надеюсь, вы провязали половину своего изделия, пока я вас развлекала. Всем пока-пока, до скорых встреч!